Пандемия коронавируса по-прежнему продолжает испытывать на прочность всех нас. Понятно, что основную работу по борьбе с распространением инфекции в настоящее время ведут представители сферы здравоохранения региона. Но в одиночку справиться со всеми трудностями нелегко. На помощь врачам приходит социально ответственный бизнес. Так, в преддверии Нового года Тверское отделение Сбербанка выступило с инициативой передать медицинским организациям оборудование, в котором те нуждаются. Мы с уважением и большой благодарностью относимся к медикам, особенно к тем, кто работает в подразделении скорой медицинской помощи. И от лица наших сотрудников, от их родственников, от всей нашей команды Сбера благодарим за поддержку в эти сложные времена ковид-пандемии. Мы всегда рядом и желаем также вашей команде, вашему коллективу, вашим близким здоровья. Надеемся, что то оборудование, которое мы передадим, оно будет помогать скорейшему выздоровлению ваших пациентов. Тверской станции скорой медицинской помощи Сбербанка передал специализированные устройства для кислородной поддержки пациентов. Оборудование в скором времени отправится в районные подразделения СМП. Как отметил главный врач медучреждения Константин Маслов, такую помощь со стороны финансовой организации сложно переоценить. Ведь речь идет о специальных баллонах-редукторах, с помощью которых осуществляется подача жизненно необходимого для пациентов с ковид-кислорода. Еще одно медицинское учреждение, которое управляющий Тверским отделением Сбера Виктор Аршинов поздравил с наступающим Новым годом, областная клиническая больница. Сюда финансовая организация передала аппарат высокопоточной оксигенотерапии. Он предназначен для пациентов, находящихся в крайнем тяжелом состоянии, получающих лечение на реанимационных койках ковидных госпиталей, для улучшения их респираторного статуса. К поздравлениям медиков от Сбербанка присоединяется и наш телеканал. Желаем сотрудникам медицинских организаций Верхневолжья здоровья, сил и душевного равновесия в новом году. С наступающим! Субтитры подогнал «Симон»